Приветствуем их всем на канале Portal Combat. В последнем видео мы подробно разобрали сюжетную часть трейлера дополнения, которое выйдет 26 мая. Кстати, не забудьте его посмотреть, если еще не видели. Теперь же настало время сделать более подробный разбор новых персонажей, которых нам показали в трейлерах Mortal Kombat 11 Aftermath. И как вы уже догадались по названию ролика, начать мы решили с того, чье возвращение фанаты ждали более 10 лет. А в 2015 году так вообще твиттеры разработчиков разрывались от пика запросов о добавлении Фуджина, потому что его представили в сюжетном режиме, но почему-то не добавили в игру. Тем не менее, ожидания оправдались лишь только на днях. Видимо, разработчики поняли, насколько этот персонаж постклассической эпохи важен для современной аудитории. Итак, Фуджин, защитник земного царства, бог ветра и брат Рейдена, впервые дебютировал в качестве играбельного персонажа в четвертой части МК. Седовласый повелитель стихии был наделен спецприемами, которые были ну очень похожи на приемы Кунг Лао. Все же большинству фанатов он очень понравился, так как в плане дизайна персонаж получился вполне аутентичным. В трейлере нам продемонстрировали сразу несколько обликов Фуджина, но в целом, за исключением мелких деталей, разработчикам удалось сохранить тот самый его внешний вид, который мы запомнили из предыдущих частей. Также, скорее всего, тремя атрибутами кастомизации персонажа будут его меч, арбалет и напульсники. Безусловно, мы заметили, что в трейлере у него меняются татуировки, но предположили, что они могут меняться в зависимости от используемого скина, а напульсники меняются у половины ростера, так что это наиболее вероятный вариант. И хотя нам не показали в геймплее использование арбалета, кроме его использования Fatal Blow, мы рискнем предположить, что он будет иметь как минимум два спецприема с использованием этого оружия, и скорее всего одним из них будет Проджектайл. Также у нас есть подозрения по поводу наличия веревки возле арбалета. Если этот атрибут не является частью костюма, вполне возможно он станет чем-то вроде гарпуна, но со всей вероятностью не будет работать на манер Куная Скорпа, скорее как гарпун Бэтмена из Injustice, поскольку НРС любят заимствовать приемы персонажей из разных вселенных. Из геймплея Фуджина показали крайне мало, но то, что нам удалось рассмотреть, безусловно обнадеживает. Все движения, что мы увидели в трейлере, отлично проработаны и анимированы. То, как он использует меч и силу повелевания ветром в своих приемах и сериях, реализовано просто феноменально. За счет того, что геймдизайнеры так постарались, его камбы будут выглядеть ну очень свегово. Наверняка у большинства, включая нас, уже очень чешутся руки попробовать за него поиграть. Теперь же поговорим немного о его спецприемах. Очень красиво выглядит прием, где он наносит множество ударов по сопернику в воздухе, и судя по всему, это его видоизмененный удар коленом из предыдущих частей. Точно сказать пока сложно, но если это действительно спецприем, то, учитывая, как далеко он продвигает соперника по арене, возможно, это будет его лучшим приемом для окончания комбо, потому что он идеален для того, чтобы загнать соперника в угол. Надеемся, этот прием будет доступен в турнирных вариациях, потому что он ну очень хорош. А вот этот прием очень напоминает Торнадо Лифт, и судя по всему, он подбрасывает соперника в воздух для дальнейшего продолжения комбо. Но дает такую возможность только при усилении, а значит, можно предположить, что у Фуджина как минимум одна турнирная вариация будет заточена под продолжительные комбы. Кстати, в трейлере мы не увидели ни одного Проджектайла, или какого-либо приема для возможности антизонить соперника. Но при этом Бог Ветра почти всегда своими атаками отправляет соперника в конец экрана, из чего следует, что персонаж заточен под игру на большом расстоянии, потому что в МК-11 большинство персонажей, отбрасывающих соперников на большое расстояние, выстраивают свой геймплан от зонинга. В общем, вопросов еще очень много, но одно ясно точно. Фуджин отлично впишется в текущий ростер, даже если не станет им бой. Пишите, чего именно вы ожидаете от Фуджина, да и вообще, какие у вас мысли по поводу него. А мы прощаемся с вами до следующего видоса. Пока. И не забудьте подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok